В этом году с грандиозным концертным туром в Россию приехала целая делегация музыкантов из Китая. В их составе 10 самых знаменитых сопрано Поднебесной. Как известно, все самое интересное происходит на репетиции. Туда я сейчас и отправлюсь. Все происходит в Большом зале филармонии. В программе традиционная китайская музыка, современная китайская музыка, классическая китайская музыка, китайская опера и русские песни. Мы выступаем вместе с оркестром имени Андреева. Русские инструменты, конечно, отличаются от китайских, но с ними очень удобно петь. Мне особенно понравилась балалайка, у нее очень интересное звучание, и этот инструмент очень хорошо подходит для нашей музыки. Мне очень нравится наша традиционная китайская музыка, но сейчас я хотела бы исполнить тибетскую народную песню. Говорят, наши профессиональные вокалисты, послушав гостей из Китая, удивлялись, как человеческий голос может издавать такие звуки. Китайское традиционное пение очень многогранно, поскольку в Китае много провинций, и в каждой провинции проживают разные народности, и у каждой есть свое традиционное пение. Со временем все это объединилось в единое китайское вокальное искусство. Образовательная программа начинается у нас со старших классов средней школы, а затем уже можно поступить в университет и углубить свои знания. Я, например, занимаюсь подготовкой и воспитанием уже взрослых вокалистов. Наш секрет заключается в том, что при обучении мы уделяем большое внимание технике голоса, поэтому наши девушки поют, как колоратурная сопрано. Ну вот, маленькая часть китайской культуры открыта, наслаждалась небесным, а точнее поднебесным пением Ульяна Женс. Субтитры создавал DimaTorzok